Трагические события в Аскинском районе. Смерть главы района Решата Дихина Она спутала карты в медийном пространстве Республики Башкортостан. Я имею в виду то, что оперативное совещание было перенесено с понедельника на вторник, а в понедельник вся верхушка и вся власть Республики Башкортостан отправилась на печальное мероприятие в Аскинский район. Собственно с этого естественно началась оперативка вчера во вторник. Хабиров почтил память ушедшего 33-летнего главы Аскинского района Дихина минутой молчания. Далее отчитал Илшата Тажидинова за то, что тот отказывался вакцинироваться. Вот такой вот буквально плевок в лицо Путину произошел со стороны нашего первого вице-премьера. Путин вакцинировался, а Илшат Тажидинов отказался. В общем Хабиров очень обеспокоен кадровым наличием, по крайней мере, своих сотрудников. Он прямо открытым текстом сказал, что он боится, что ему не с кем будет работать, что все вымрут, если откажутся вакцинироваться. Вот тут я конечно задумался. Если уж Хабирову Илшат Тажидинов так дорог и ценен, человек, который предал его дважды при Рахимове и при Хамитове, причем предал самым грязным образом. И вот этот человек для него ценнейший кадр, о котором он так сильно беспокоится, то тут конечно уже есть о чем задуматься. Закончив беспокоиться о здоровье Илшата Тажидинова, Хабиров перешел к регулярной повестке и естественно начали обсуждать борьбу с COVID-19. Уже традиционно отчет Максима Забелина по противодействию пандемии носит абсолютно формальный характер. Максим Забелин настаивает на том, что за год с лишним пандемии, ужасной эпидемии, которая охватила весь мир, в Башкортостане заболело менее 1%. Любой первокурсник мединститута вам объяснит, что 1% заболеваемости среди популяции это никакая не пандемия, никакая не эпидемия. Но тем не менее вот у Максима Забелина такое чудо. Вокруг пандемия бушует, а вокруг него как в том анекдоте пятница. Согласно отчету Забелина, 132 тысячи человек вакцинировано первым компонентом вакцины, вторым компонентом на данный момент вакцинировано 95 тысяч человек. То есть речь идет о том, что примерно 2% населения вакцинировано у нас по Башкирии. Что тоже никак не дает никакого группового иммунитета, никакого иммунитета популяции. И до него нам, когда Китая задним ходом, соответственно, вот таковы, в общем-то, отчетные цифры Максима Забелина. Еще раз повторю, в последнее время слушать их просто нет никакого смысла. Далее слово взял опять Хабиров. Он сообщил о том, что проверочные функции, которые были осуществлены на прошедшую неделю в отношении государственных предприятий и учреждений медицины, показали, что антиковидные меры очень ослабли, что многие учреждения перестали контролировать температуру на входе. Охрана и администрация перестала требовать ношения масок и перчаток внутри заведений. В общем, все очень плохо. Хабиров потребовал, чтобы усилили эти меры безопасности и соблюдение норм указа им же изданного. Кроме всего прочего, Хабиров упомянул о том, что в пяти торговых центрах у нас теперь развернуты пункты вакцинации, что нужно начать пропагандировать вакцинирование, потому что у нас теперь оказывается есть вакцина. Но если говорить в целом, то равно как и в Российской Федерации, так и в Башкирии, а Башкирия в этом смысле мало чем отличается от России, вакцинирование в определенном смысле провалено, потому что народ не идет. Они не смогли убедить нас в том, что вакцина безопасна и действенна. Судя по всему, в ближайшее время мы станем свидетелями какой-то медийной истерии на тему всем идти вакцинироваться. Я уже вакцинировался и хоть бы хны, и наши, значит, сейчас забегают тут в красных трусах и без них, рассказывая о том, как это все здорово. Но как на это все реагировать, я уже много раз говорил, тут, конечно, нужно, как говорится, за самого себя отвечать. Кто-то для себя решил, что он не будет вакцинироваться, кто-то присматривается к ситуации, ждет какой-то статистики и так далее. К сожалению, ждать добросовестные, честные статистики по реакциям на вакцину, по осложнениям на вакцину, наверное, нам не приходится, потому что мы вот за последний год увидели, как региональные и федеральные власти манипулируют этой статистикой. К сожалению, настоящей картины мы не видим. Мы видим картины, которые разворачиваются за рубежом. Мы видим, что средний процент заболеваемости свыше 10% в любой стране, что смертность составляет 7-8% от числа заболевших. И это тоже, в общем-то, стабильная цифра по всему миру, кроме России, Туркменистана и Танзании, где руководство стран вообще отрицало существование ковида, ну, равно как и у нас, его некоторое время тоже сначала отрицали, в том числе и федеральные каналы. В общем, будем смотреть, Башкирия в этом смысле будет зеркалом России. Далее, согласно жанру и распорядку, следовал доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Мы с замиранием сердца ждали, сбудутся ли слухи, которые распространились в начале недели, о том, что новым министром ЖКХ станет Ренат Баширов. Но, слава богу, не случилось. Вместо Рената Баширова выступала все та же Голованова Ирина Александровна, которая рассказала, как замечательно обстоят дела в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Башкортостан. Правда, вот в Раевке случилось ЧП. В России и в Башкирии в последнее время очень принято называть взрыв газа хлопками. В общем, в Раевке случился традиционный теперь хлопок газа. Причем этот хлопок отправил на больничную койку оператора местной котельной. Но, собственно, все более-менее обошлось. Хабиров, выслушав Голованову, возблагодарил Господа за то, что закончилась зима. И то, что мы ее перезимовали. Вот этот религиозный экстаз, который периодически накрывает наших руководителей в связи со сменой сезонов и времен года, мне, конечно, очень умиляет. Иногда кажется, что они только на Бога уповают, чтобы не размерзлись батареи, чтобы не лопнули трубы. И чтобы Ирина Александровна радовала нас своими успехами на каждой оперативке. Ренат Баширов не стал и министром транспорта, что тоже нас не может не радовать. Дело в том, что я уже стабильно, критично отношусь к этому персонажу. Понимаю, что все, к чему он прикасается, превращается в тлен для республики и в золото для частных лиц. Но в данном случае я возрадовался тому, что и со стороны Министерства транспорта выступил господин Жульков Виктор Михайлович, в последнее время выступающий в роли министра транспорта. Виктор Михайлович нам рассказал о том, что у него тоже все стабильно, машины бьются, люди калечатся и погибают в ДТП примерно в тех же количествах, что и ранее. А именно в тех количествах, которые не устраивают ради Хабирова и превышают некий установленный лимит по республике Башкортостан. Так как господин Жульков все-таки у нас временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного строительства, то мы неизбежно каждый раз поминаем добрым словом господина Морзаева, который бежал с поста министра и находится сейчас по разным сведениям, то ли в горах где-то Осетии, то ли все-таки все еще в Уфе. Однако наследие господина Морзаева, о котором так очаровательно упоминала мадам Прочаковская в эфире «Ехо Москвы», все-таки накрывает нас время от времени. Я говорю о том, что на прошедшей неделе, например, Управление по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел по республике Башкортостан задержало 8 сотрудников весового контроля государственного казенного учреждения, Центр организации дорожного движения, который находился в непосредственном подчинении Министерства транспорта и дорожного строительства, то есть это вот как раз ведомство господина Морзаева, и вот эти 8 его подчиненных, фактически людей, работавших в его системе, задержаны по обвинению в получении взяток. Прошло уже 15 обысков. Я думаю, что, конечно, вся эта история должна пойти вверх по цепочке, потому что структуры, выстраиваемые в таких министерствах, конечно, имеют вертикально интегрированную систему. Далее случился самый важный, самый интересный доклад, который был на этой оперативке, остальное все было, на самом деле, информационным мусором. Я говорю о докладе, который называется следующим образом. О результатах контрольных мероприятий за качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2020 году. В общем-то, капитальный ремонт касается нас всех. Мы все платим ежемесячно эту плату, этот сбор за капитальный ремонт, кто сколько, но все мы платим возмутительно много и возмутительно регулярно. Надо, конечно, напомнить о том, что такое, в принципе, какова система вот этого капремонта, это когда мы платим ежемесячно некий взнос в фонд капитального ремонта, а этот фонд периодически ремонтирует какие-то из домов. Вот об этом, собственно, речь. Всю эту систему, кстати говоря, придумал бывший мэр Уфы Павел Рюрикович Качкаев. В 2013-2014 годах эта система была запущена с его подачи. Он входит в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской Федерации. Вот уже два созыва. И, судя по всему, претендует на то, чтобы там остаться пожизненно в этой Госдуме. И, наверное, все-таки похоронен рано или поздно Павел Рюрикович будет в Кремлевской стене по результатам его деятельности. В общем, напомню, что именно господину Качкаеву мы обязаны вот этими ежемесячными поборами за капитальный ремонт. Вообще, в последние годы, после того, как нефть обесценилась и перестала приносить сверхдоходы, идея собирать со всех что-нибудь, неважно за что, но регулярно, она захлестнула наших законодателей и сильных мира сего. То есть, действительно, люди превратились в новую нефть. И вот сборы за капремонт – это один из вариантов подобных извлечений выгоды капиталов и средств из всего населения Российской Федерации. Так вот, генеральный директор этого фонда Сафонов Павел Валерьевич и сделал вот этот вот эпический доклад. Начал он так грандиозно, что действительно захватило дух. Он сообщил, что за все время действия вот этой программы, этого фонда, а то есть за 7 лет, отремонтировано 7192 многоквартирных дома в Республике Башкортостан. И это составляет 42% от общего числа многоквартирных домов. Ну, так, посмотрите вокруг себя, просто выйдите в то место, где вы живете, и посмотрите на 360 градусов. Есть ощущение того, что половина домов подверглись капитальному ремонту совсем недавно. Ну, собственно, наверное, не везде. Ну, ладно. Может быть, неравномерно распределены по географии Башкортостана эти дома, и не каждое место, и не каждая точка для обзора будет удачной. Далее Павел Валерьевич почему-то сделал акцент на замену лифтов, при этом он просительно заглядывал в глаза господину Сидякину, сидевшему на первом ряду. И вот, глядя прямо в глаза Александру Геннадьевичу, Павел Валерьевич сообщил о том, что он заменил уже 2226 лифтов, и в ближайшее время планирует заменить аж 8909 лифтов, вот буквально прямо скоро. Ну, возможно, Павел Валерьевич хотел порадовать Ксению Швыреву, которая непосредственно очень заинтересована в замене лифтов, и у нее такой очень крупный бизнес в республике Башкортостан. Ну, мы не знаем, подключена ли она напрямую к оперативке через Zoom, или смотрит ее непосредственно так же, как мы, через трансляцию, но, в общем, наверное, она была безумно рада таким планам Павла Валерьевича, потому что участвует во всех этих вещах очень активно. Но я расскажу вам одну историю, которую, на самом деле, иначе, как анекдотом не назовешь. И она касается именно замены лифтов и той, видимо, горячей заинтересованности Павла Валерьевича в замене лифтов в квартирных домах. Когда капитальный ремонт дошел до моего дома, где я живу, там тоже планировали поменять лифты. Причем там была какая-то очень хорошая сумма, порядка 2,5 миллионов рублей заложено в смете. И когда мы ее увидели, я имею в виду, мы это жильцы этого дома, мы немножко удивились. Дело в том, что в нашем доме никогда не было лифтов. И, ладно, мы увидели вот эту смету и вовремя остановили действия этих ремонтников, потому что что-то мне подсказывает, что в доме, в котором никогда не было лифтов, они были заменены, по крайней мере, на бумаге. И тем самым, наверное, еще больше порадовали и господина Сидякина, и Ксения Швырева. Ну, в общем, вот внимательно следите за сметами в своих домах. Там, где нет лифтов, вам их могут заменить. Гражданин Сафонов, директор этого фонда, в общем-то, сделал довольно длинный, запутанный доклад. Он очень детально рассказывал, как его фонд героически борется за увеличение свесов кровли, сделанной из металлопрофиля, вдавался во всякие технические детали, рассказывал о том, что он категорически и принципиально борется с затопами, если затопы квартир допускаются подрядчиками. В общем, прямо душа радовалась, слушая его. Он нам рассказал о планах на этот текущий год, в частности о том, что в 2021 году он уже приступил к ремонту 907 многоквартирных домов, то есть темпов Павел Валерьевич не снижает и осваивает территорию Башкортостана, того и гляди, отремонтирует все дома, по крайней мере, по отчетности, потому что с такими темпами ему осталось буквально еще 4-5 лет поработать, и он отремонтирует все, что мы видим вокруг себя, несмотря на то, что нам это не будет казаться очевидным, если честно, мы видим вокруг себя огромное количество полуразрушенных многоквартирных домов, но это, видимо, не смущает статистику фонда по капитальному ремонту. Что очень характерно, на протяжении всего доклада господин Сафонов тщательно, стыдливо обходил вопрос денег. Он не назвал ни одной суммы финансирования, ни валовой, ни в частности по конкретному объекту, нигде не говорил о деньгах. Он рассказывал о количестве домов, о героических усилиях фонда, о том, как он борется за качество и количество. Но, демонстрируя картинки, стало абсолютно понятно, что особенно капремонт в районах ведется какими-то средневековыми способами и методами применения каких-то древних технологий, активного использования кала и веток при ремонте многоквартирных домов. Ну, в общем, вот это меня очень сильно насторожило, что господин Сафонов, рассказывая нам о серьезном, весьма существенном экономическом процессе, который идет в республике Башкортостан, ни разу не назвал ни одной суммы. Далее, с докладчицей по этому вопросу Хабиров вызвал госпожу Прочаковскую, чтобы она описала ситуацию, как говорится, изнутри. Мадам Прочаковская, с трудом почему-то выговорив имя отчества своего начальника, сообщила нам со слезами в голосе о том, что доверие к фонду капитального ремонта у жителей снижается. Дверь сломалась, краска сходит. Вот вкратце можно так охарактеризовать общее впечатление госпожи Прочаковской от работы фонда. Ну, ее вот этот вот слеза в голосе, в общем-то, стала для нас совершенно абсолютно привычным состоянием. По-моему, это ее, ну, вообще физиологическое состояние. Она на любую тему вот с этой слезой в голосе говорит, так что можно на это не обращать внимания. Но тут госпожа Прочаковская перешла к прямым оскорблениям жителей республики Башкортостан, заговорив о том, что фонд очень плохо информирует население о своих планах и о своих работах. При этом само население у нас абсолютно тупое и безграмотное, судя по словам госпожи Прочаковской, потому что она, например, цитирую, сказала так. Сложно представить, что жители будут заходить на сайт и будут искать там свой дом в программе капремонта. Да что вы говорите? Правда, что ли? Вот вы, мадам Прочаковская, так ловко заходите на разные сайты, прямо, скажем, только вчера, научившись пользоваться смартфоном и отучившись пользоваться кнопочным телефоном. А вот у нас, жители, вы такого права и такой потенциальной возможности решаете. Но упорно вот эта понаехавшая из Подмосковья мадам считает нас абсолютными дикарями и идиотами и каждый раз не забывает нам об этом напомнить. Далее мадам Прочаковская, при том, что ее вовсе не просили этого делать, все равно отчиталась о своих успехах. В частности, она с восторгом заявила о том, что жители в республике Башкортостан больше не волнуют проблемы стоимости отопления в многоквартирных домах. Они, вот эти жители, перестали писать ей об этом в инцидент. Да что вы говорите, Елена Анатольевна? А вам не приходило в голову, что если жители перестали писать вам возмущенные обращения в инцидент по поводу отопления, они просто забили на вас, поняв, что вы и ваша власть ничего для этого не делают? Вот это вам в голову не приходило? То, что больше ей никто на это не жалуется, мадам Прочаковская почему-то интерпретирует как решение проблемы. Вы еще нам расскажите о том, что проблема с отоплением решена, Елена Анатольевна? А вот дальше началось страшное. Дальше случилось избиение и пожирание младенцев. Я имею в виду то, как на все это среагировал господин Хабиров. Начиная же выписать реакцию Хабирова на весь этот доклад и доклад Прочаковской в дополнение к докладу Сафонова, я процитирую самого Хабирова. «Я по капитальному ремонту не склонен все так уж трагедизировать, проблемы надо решать. Однако картина не такая радужная, как нам пытается Прочаковская показать. Жалоб много». Конец цитаты. И вот с этого Хабиров начал, судя по всему, свое прозрение. Я все-таки осторожно предположу, что Хабиров наконец понял, что вот эти все Прочаковские и Мурзагуловы приносят ему значительно больше вреда, чем те, кто его критикуют или не соглашаются с ним. Долгое время вот эти двое конкурировали между собой в том, чтобы залить глаза и уши своего шефа сладкой патокой, не дать взглянуть на ситуацию критически, являясь на самом деле, вот эти двое, двое из ларца являлись всего лишь ширмой тех, кто грабил республику и совершал всяческие безобразия и прочее, прочее. Ну да, теперь сейчас Прочаковская победила, растоптала Мурзагулову, затолкала его в какой-то дальний вонючий угол, он там сидит и не отсвечивает. Но это не меняет ситуацию. Теперь на арене у нас одна Прочаковская вот бегает вокруг Хабирова с этим тоненьким микрофоном, причитается слезами в голосе и задает какие-то идиотские вопросы. Судя по всему, вот эта картина начинает немножко раздражать и не устраивать Хабирова. Далее Хабиров открыл Америку ни больше, ни меньше, а именно он рассказал нам, каким образом работает вот этот схематоз в области капитального ремонта. На примере компании «Стройресурс», которая в прошлом году получила порядка 30% объема капитального ремонта в республике Башкортостан, Хабиров нам рассказал такую трагическую и очень страшную на самом деле историю. Речь идет о том, что компания-подрядчик, не имея в своем активе ничего, кроме печати и ложки, получает у оригинального оператора вот эти контракты. Например, на 900 миллионов рублей. Далее, эта компания «Стройресурс» и подобные ей перепродают эти контракты всего лишь за 25% стоимости неким подрядчикам, которые уже пытаются выполнить эти работы и которых непосредственно по сути контролирует вот этот региональный оператор. За 25% стоимости вот этих контрактов вот эти несчастные подрядчики, пытаясь извлечь какую-то микроприбыль, работают на объектах. Естественно, нанимают самую неквалифицированную рабочую силу, которую Хабиров, кстати говоря, назвал каким-то сбродом. и при помощи вот этой неквалифицированной малочисленной рабочей силы, а больше им нанять не позволяет бюджет в 25% от стоимости, они пытаются выполнить этот капитальный ремонт. Куда уходит 75% стоимости этих контрактов, нам неведомо. Хабиров об этом нам не рассказал. Но что-то мне подсказывает, что они очень здорово делятся между непосредственно теми, кто получил эти контракты и теми, кто их отдал. Как итог подобного схематоза мы имеем крайне низкое качество капитального ремонта, абсолютно лукавое исполнение этих контрактов, срыв контрактов, затопы квартир. В одном только стерлитомаке затопила, только одна компания затопила 130 квартир в прошлом году в процессе капитального ремонта. Дальше судебные разбирательства, попытки компенсировать и прочее, прочее. Многие владельцы квартир с прошлого года до сих пор не получили компенсацию за затопленные квартиры в ходе капитального ремонта. Вот это все нам же выписал Хабиров и далее процитирую его он сообщил следующее. У меня вопросы к моей администрации строго посмотрел Хабиров в глаза господину Сидякину, к Прочаковской и к моему контрольному управлению. Если бы я знал эту ситуацию, я бы туда приехал сбитый, если бы знал и разобрался. Конец цитаты. Ну, Хабирова, как всегда, понесло в сторону эмоциональных реакций. Действительно, не очень, конечно, корректно говорить о том, что он приедет с бейсбольной битой и поиграет в бейсбол этими подрядчиками, хотя, конечно, эмоционально я его понимаю. Далее позволю опять процитировать Хабирова, который, уже распалившись, перешел к диалогу с господином Сафоновым. Сафонова подняли на галерке этого совещания, и он лицом ребенка-дегенерата уставился, значит, в глаза своему начальнику. Хабиров его вопрошал и к нему обращался. Заявил он, цитирую, эта проблема носит системный характер. Конкурсная система оказалась неэффективной. Схематозить здесь нельзя. Говоря о схематозе, Хабиров напомнил Сафонову, как ему будет страшно и печально, когда к нему придет Следственный комитет, ФСБ и прокуратура. И вот тут заговорили о деньгах. Хабиров наконец-то задал этот сакральный вопрос. Сколько денег тратится на капремонт? Сафонов с места сообщил тонким голоском о том, что в прошлом году на эти цели было потрачено 3 миллиарда рублей. Вот теперь 75% отсчитайте от 3 миллиардов. Вот по моему субъективному суждению примерно такая сумма была похищена из этого всего процесса. Но Хабиров уже тоже, похоже, все это понимает. Далее он сказал и вовсе эпическую фразу, обращаясь к господину Сафонову. Вы там крыши срываете, а потом мне люди претензии предъявляют. Между прочим, схема абсолютно правильная. Крыша срывает Сафонов, 75 на 25 делят его подрядчики, а вот претензии, естественно, обращены к республиканской власти. И это правильно, потому что кто, в общем-то, всю эту тему организовал и как все, и кто этот весь схематоз выстроил, вот эти 75 на 20 и прочее, прочее. Вот этот вот господин Сафонов, который непосредственно подчиняется господину Хабирову. Правильно, логично задавать вопросы Радио Фаридовичу. Далее Хабиров потребовал, чтобы как минимум компания «Стройресурс», которая допустила вот эти ужасные вещи в прошлом году, была переведена в категорию недобросовестных поставщиков услуг и потеряла возможность участвовать в дальнейшем в государственных закупках. Однако, тут выяснилась одна пикантная деталь. Господин Сафонов сообщил Хабирову, что и в этом году компания «Стройресурс», которая вот это все устроила в прошлом году, получила у него, у Сафонова контрактов на 800 миллионов рублей, что составляет почти 30% от общего пирога капитального ремонта. Вот тут, честно говоря, у меня зашевелились волосы на голове. Ребят, слушайте, это не просто схематоз, это какой-то уже стабильно выстроенная система по откачиванию денег. Компания полностью проваливает свои функции в прошлом году, затапливает чуть ли не 200 квартир в одном только стерлитомаке. После этого какие-то страшные истории по замене трех-четырех бригад, которые не могут справиться с заливкой кровли и прочее-прочее, после этого эта же компания благополучно у этого же Сафонова получает 800 миллионов подряд на следующий год. Камон! Ну как же так вообще? Где действительно проверки антимонопольной службы, прокуратуры, МВД и прочее-прочее? Так вот эта спецгруппа должна уже завтра быть у этого Сафонова и производить выемки документов и выяснять, как это все работает вообще. Вот то, что нам рассказал Хабиров, это очевидная история о том, что из бюджета вот этого фонда не из бюджета республики, это наши деньги. Вот из фонда из этого крадется 75% денег вообще. В общем, это ужас. Но, собственно, этот же ужас по-моему, испытывал Хабиров на этой оперативке. Процитирую то, как он закончил обсуждение вот этого вопроса. «Чтобы не было такого, когда идиоты приходят и оставляют несколько десятков скрытых крыш», заповедал он Сафонову дальнейшей модус-операнди на рынке ремонта квартирных домов республики Башкортостан. Далее следовал доклад о применении контрольно-кассовых машин на транспорте. Напомню, что федеральный закон теперь обязывает 100% транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, использовать контрольно-кассовые машины, принимать кредитные карты. Но нашей власти интересует только одна карта, это карта ОЛГА, судя по всему на нее завязаны очень серьезные экономические интересы, эту карту втыкают везде, куда только могут. Опять Прочаковская доложила со слезами на глазах о том, что все становится лучше и лучше, а скоро станет просто великолепно. Однако господин Жульков, который тоже от лица Министерства транспорта и дорожного хозяйства выступал, констатировал, что частные перевозчики не хотят пользоваться картой ОЛГА, всячески от нее уклоняются, скрывают свои жалкие доходы от обложения их процентами взыскания в пользу системы ОЛГА. Выслушав Жулькова и Прочаковскую на тему внедрения кассы ОЛГА, Хабиров сделал, на мой взгляд, программное заявление. Вот эту фразу, которую я сейчас вам процитирую, пожалуй, что мы должны повторять каждый раз, когда захотим понять сущность башкирской власти, сущность вообще подходов Хабирова к населению, к экономике, к развитию республики. И звучит эта программная фраза следующим образом. Жизнь докова, что если мы не будем применять меры государственного принуждения, мы успеха не добьемся. Конец цитаты. Очень важное заявление, оно, судя по всему, вырвалось у Хабирова инстинктивно, несмотря на то, что фраза эта безупречно построена с точки зрения фразеологии, она вот должна нас напугать в принципе вообще. Все, что делает Хабиров в отношении нас, это меры государственного принуждения. Мы должны понимать, что после этой фразы здесь все должно быть ясно и понятно. Только насилие, только принуждение является методом общения Хабирова с нами, населением Республики Башкортостан. Никакого диалога, никакого взаимодействия ждать не нужно. С их стороны насилие, принуждение, с нашей стороны подчинение и финансовая платежная дисциплина. Завершая оперативку, Хабиров анонсировал два события, на его взгляд радостных события, и оба они были связаны с транспортной инфраструктурой Республики. Причем, что характерно, оба анонса носили какой-то немножко абстрактный характер. Я лично, дважды прослушав их, так и не понял, о чем идет речь конкретно. Первый анонс, это то, что 31 марта будет то ли пробит насквозь, то ли уже завершен, то ли будет анонсировано пробивание насквозь вот этого самого восточного выезда. То есть 30-летние усилия по проходке вот этого тоннеля, суть по всему, в ближайшее время завершаются. Напомню, что вся эта история теперь носит характер концессии, и очень много в последнее время говорят о целесообразности этой концессии. В частности, уже появились некоторые цифры. И вот тут мне стало очень интересно. По проекту транспортный поток по этому тоннелю восточному выезду должен составлять 20 тысяч транспортных средств в сутки. Именно вот с этих 20 тысяч транспортных средств будут собираться сборы и платежи за проезд в пользу консессионера. Вот этот вот консессионер, название которого мы до сих пор не знаем, планирует вложить в этот восточный выезд 7 миллиардов рублей. Деньги большие, согласен. Получить обратно консессионер собирается 40 миллиардов рублей за счет вот этих вот сборов денег. Самое интересное, что по контракту, по этому договору концессии предусмотрены некие гарантии. И гарантии это весьма такого интересного характера. Вот по расчетам должно проходить 20 тысяч автомобилей в сутки. И они должны будут все оплачивать этот проезд. А если пройдет меньше, то мы тогда из бюджета доплатим консессионеру. Консессионеру доход гарантирован. Вот что замечательно. Некоторые эксперты говорят о том, что добиться 20 тысяч единиц транспорта в сутки невозможно никак. Даже весьма популярная и нагруженная платная трасса Москва-Санкт-Петербург, которая по плану должна была получить загрузку в 36 тысяч транспортных средств в сутки, не исполняет этих обязательств. Что уж говорить про Уфу и какие тут 20 тысяч транспортных средств, я не понимаю. Вот здесь по-моему собака и зарыта. И мы из бюджета будем компенсировать консессионеру недостающие сборы вот этих платежей. Пока он не наберет, 40 миллиардов рублей. Вот вся арифметика. Эксперты говорят, что мы будем приплачивать в пользу этого консессионера примерно полтора миллиарда рублей в год из бюджета республики. Вот такие вот странные кабальные условия по строительству никому не нужного на данный момент восточного выезда. Есть, правда, одна версия о том, кому и почему может понадобиться восточный выезд и каким образом добиться вот такого транспортного потока. Это там за рекой построить огромный город, практически вторую Уфу, на тех землях, которые простираются за рекой и теперь будут связаны вот этим восточным выездом и мостом. Кто сможет реализовать подобный проект, не знаю, Пик, самолет или еще какая-то крупная девелоперская компания, я не знаю, но кто-то может быть заинтересованным. Посмотрим. Вторым радостным анонсом Хабирова на транспортную тема была и вовсе какая-то странная история про скоростной поезд Уфа-Кумертау. Я не слышал о том, чтобы у нас построили скоростную трассу, но у нас видимо купили скоростной поезд. То есть вот по этим раздолбанным рейсам у нас пойдет какой-то суперскоростной поезд, видимо, полетит над рельсами и достигнет Кумертау. Не знаю правда, о чем идет речь, и это так вообще никак не освещалось у нас в прессе. Так что ну может покажут нам по телеку или где-то еще этот скоростной поезд. Надеюсь, что это будет что-то грандиозное.